По статистике, 88% детей в возрасте от 7 до 10 лет уже имеют свой личный смартфон или планшет, а 92% респондентов родителей заявляют, что отдают гаджет ребенку, чтобы чем-то увлечь его в поездки. Все это говорит о воспитании нового поколения, у которого мышление уже с самого младенчества формируется на основе контента, который они просматривают. Чаще всего малыши увлечены просмотром видеороликов на площадке YouTube. В лучшем случае родители подключают им специальный сервис от хостинга для детей. В худшем оставляют свое дитя наедине с потенциально опасным контентом. Поколения Google родились в цифровом мире и другой реальности они просто не знают. Если мы говорим про активных родителей, нужно рекомендовать контроль, погружать в другую среду, не в среду гаджетов, а когда ребенок читает книги, когда он смотрит фильмы, причем сложные книги, сложные фильмы, когда он слушает сложную музыку, для того, чтобы погрузить все-таки, ну, как бы, скажем так, вырвать его из виртуальной среды в нашу, где мы коммуницируем. Это я про активных родителей. Пассивным родителям, конечно, проще этим не заниматься, проблему они в этом особую не видят. Основная опасность заключается именно в неосознанном подходе ребенка к выбору контента и неосведомленности родителя. В наше время существует множество способов защиты детей от нежелательной информации во всемирной паутине. Один из них – функция родительского контроля на смартфоне, самый распространенный. Он позволяет родителю ограничить экранное время ребенка, заблокировать ему доступ к определенным приложениям и сервисам, а также отследить его местоположение. Для матери или отца это хороший способ не беспокоиться о том, что ребенок сможет увидеть то, что шокирует его слабую психику. Однако нередко случается и так, что юный пользователь смартфона и компьютера может переживать психологическое давление из-за излишнего контроля. Коммуникация – это самое основное, что сейчас важно все-таки детям прививать. Вообще, на самом деле, должен быть везде баланс. Я за родительский контроль, но мягкий в каком плане – мы договариваемся. То есть ты учишься, ты делаешь домашние задания, я вижу, что ты получаешь хорошие оценки, что ты участвуешь в определенных конференциях, проектной деятельности и так далее. Я всегда готова, скажем так, дать тебе телефон, но это должно быть в строго ограниченном времени. После всего вышеперечисленного становится ясно, что главная ответственность за то, что и где смотрит ребенок в сети, лежит на его родителях. Ведь даже закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, не может дать стопроцентной гарантии, что дети не смогут найти нежелательный контент. Отметим, что подростковая зависимость от гаджетов, несомненно, актуальна в наше время. То, в какую сторону будет работать постоянное нахождение смартфона в руках подростка, зависит напрямую от воспитания и того, какие установки вкладывают мать и отец в голову ребенка. Валерия Карташова, Александр Кузнецов, Универновости.